Приветствую вас на канале Вау Нейлс Дизайн. В этом видео самый простой и быстрый способ получения градиентных ноготков и эффектного дизайна кожи дракона. Смоделируем ноготки с помощью жидкого полигеля и безумно красивых бас со светоотражайками почти без опела. Приступим. С помощью миндальных верхних форм смоделирую подложку. Предварительно форму я все подобрала по размеру, примерила и в зоне кутикулы верхнюю часть буквально 3 мм отрезала ножничками. Маникюр я уже выполнила, подготавливаю ногтевую пластину диагональными движениями пилочкой 180 грит, обязательно тщательно обезжириваю и вытираю от остатков пыли, промазываю бескислотным праймером и тонко наношу базу. Сначала по пол капли из флакона, а затем мне удобнее овальной отдельной кистью тщательно ее как бы вмассировать в ноготок, распределить. После чего сушу 30 секунд и перехожу к созданию подложки. На верхнюю форму буду наносить жидкий полигель прямо кистью из флакона, хорошо прокрашиваю, промазываю достаточно плотным слоем форму. Очень важно проработать края формы, чтобы впоследствии у нас не было никаких проплешин или пробелов в точке в роста. Прокрасив таким образом каждую форму, отправляю на промежуточную просушку в лампу. Если бы это были короткие ноготки, то в принципе промежуточной просушки вот этой промазывания не нужно было, а можно было сразу с жидким полигелем наставлять на ноготок. Но так как я решила моделировать длинные ногти, я делаю это в два захода. Промазав жидким полигелем внутри формы, прикладываю к ноготку примерно на середину ногтевой пластины. В зоне кутикулы фиксирую фонариком. Затем пальчик переворачиваю и смотрю под ногтем. Если необходимо, вытираю или поправляю, чтобы там не было никаких затеков. И таким образом представляю следующую форму. Излишков материала не должно быть, тогда все получается чисто и ничего не нужно пилить. После того, как форма у меня на всех ноготках, отправляю в лампу и окончательно хорошо просушиваю. После чего предельно аккуратно снимаем верхние формы, так как подложки у нас очень тонкие, чтобы их не повредить. Вытираем липкий слой под ногтями и на стыке от верхних форм. Я сразу не заметила, у меня внутри формы образовался пузырик воздуха, поэтому ставлю каплю жидкого полигеля и засушу. Твердосплавной фрезой аккуратно, очень легенько подпиливаю вот эту ступенечку от верхней формы. И пилочкой 180 грит выравниваю свободный край. Затем тщательно вытираю от пыли и обезжириваю и в зоне кутикулы наношу базу светоотражающую, такого насыщенного сиреневого цвета. Так как эта база, ее очень легко нанести и растушевать. Быстро самовыравнивается, плюс к этому насыщенный плотный цвет. Уголком кисти гребешок я распределяю по бокам, а затем растягиваю к центру ногтя. Тонкой кистью довожу возле кутикулы и фиксирую ее несколько секунд в лампе. База быстро сохнет, промежучно фиксирую по 10 секунд каждый ноготок, а затем все просушиваю 30 секунд. Вот такой вот градиент у меня уже получается на данном этапе. Так как у меня это достаточно длинные ногти, на коротких ноготках подложка из жидкого полигеля и сверху укрепление выравнивания просто базы, этого было бы достаточно. Но так как у меня они достаточно длинные, я смешиваю прозрачный гель, обычный конструирующий, однофазный, с неоновой розовой базой со светоотражайками. У меня получился такой вот насыщенный, витражный, со светоотражайками, просто безумно красивый гель. Пропорция примерно 3 четверти геля прозрачного и 1 четверть вот этой неоновой светоотражающей базы розовой. И посмотрите в темноте под вспышкой, какая нереальная красота, как это все блестит. И вот этим гелем, смешанным с базой, собственно и буду достраивать архитектуру, укреплять, выравнивать ноготок и доделывать наш, доводить до конца наш градиент. Сначала промазала весь ноготок тонким слоем, а затем уже набрала такой шарик, каплю и аккуратно растягиваю по центру ноготка, а затем уже тонкой кистью дорабатываю до боковых валиков, дотягиваю и растягиваю на кончики ногти. Поправляю, если необходимо, возле кутикулы, пальчик обязательно переворачиваю, чтобы ногот не был пирожком и гель красиво выровнялся. После чего отправляю в лампу и просушиваю. И вот такая вот нереальная красота у меня получилась. Ноготки сейчас еще пока без топа. Посмотрите, как это все нежно, красиво мерцает и блестит. А сам градиент, вообще какие цвета, оттенки и переходы получились. В принципе, этот маникюр и это видео на этом можно было бы заканчивать, но я все же еще хочу показать всю эту красоту под втиркой и показать самый быстрый, эффектный, простой способ создания эффекта кожи дракона. Все ноготки я перекрыла глянцевым топом без остаточной липкости, слегка выравнивающим слоем. Просушила одну минуту и теперь аккуратненько аппликатором вглаживаю втиркой единорог. В принципе, можно взять любую втирку, единорог, аврора. Это в любом случае будет очень красиво. Для стопроцентной носибельности пилочкой 180 грит подпиливаю по торцам, мягкой кистью смахиваю остатки втирки. И вот такая вот красота еще без стопа у меня получилась на данном этапе. Затем по торцам промазываю бескислотным праймером, он же ультрабонд, и базой. Очень важно хорошо промазать этой базой торцы и прям по кончикам, буквально на 3-4 миллиметра, залазя на ноготок. Фиксирую 10 секунд в лампе и в какой-то небольшой чашечке делаем пену. Буквально 3-4 на сжатие жидкого мыла или средства для мытья посуды, полстакана воды обычной проточной, веерной кистью все это дело взбалтываем. Очень важно пену наносить сразу же, иначе какое-то время, когда она постоит, вот эти пузырьки становятся более мелкими, и уже орнамент получается не такой эффектный. Наносим плотно, но достаточно тонко, то обязательно хорошо везде прокрашиваем, чтобы нигде не было проплешин, потому что нам еще этим слоем нужно закрепить втирку. И прям на жидкий этот топ кистью выкладываем пену, начинаем с кожи и тянем до кончика ногтя, так пена не будет никуда уползать. Средний пальчик я зафиксировала в лампе несколько секунд, и точно так же топ наношу на безымянный, и на него накладываю эту пену, и отправляю в лампу, просушивая одну минуту. Если топ нанести слишком толсто, то орнамент получится сильно корявый, и это, естественно, будет напрягать и мешать. Сухой безворсовой салфеткой вытираем от пены и от остатков втира. Мягкой пилочкой на всякий случай я все равно прохожусь по кончику, чтобы нигде никаких заусенчиков-торчунов не было. И все, наш вау-маникюр готов! И, как всегда, в этом видео вместила несколько идей на несколько маникюров. Подала идеи, вдохновила на новую красоту и поделилась очередными кайфиками. Надеюсь, это видео было полезным и очень понравилось. Не забывайте ставить лайки, мне будет очень приятно. А также подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные идеи. И до новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok